Я отлично помню своё первое LEGO, синюю коробку с кубиками, набор 535 из серии Basic. Эта серия появилась в 1985 году и была нацелена на маленьких детей, которым уже тесно в рамках дупла, но которые ещё не доросли до величественных лего-замков и поездатых лего-поездов. Даже такие классные вещи, как 740, несли на себе позорное клеймо детям до 12. Старичкам предлагали построить что-нибудь из дырявых деталей. Позже возрастную группу пересадили на сборку моделей автомобилей, затем на программирование роботов. И, наконец, в 2015 пожилые легофилы получили официальное разрешение на то, чтобы играть в кубики. Что интересно, первые наборы серии были выпущены ещё в 1999 году, но были убиты в пользу Creator, который достаточно быстро лего-морфировал в нечто сложносоставное. Обычные же кубики продавались просто, как обычные кубики, без привязки к какой-либо серии. Навалили килограмм и успокоились. У классика же все цвета так подобраны, что мимолетного взгляда достаточно, чтобы почувствовать вкус, с которым они собирались. Такой ностальгический смесь яблочного пюре и манной кашки. А этот кролик... О, боже, этот кролик! Какой он милый. В качестве примера мы рассмотрим набор 107.02 из 2016. Такое вот ретро-сокровище в картонном сундуке, надёжно закрытым полосками клейкой ленты. Кажется, что он весь заполнен кубиками, но это, конечно же, не так. Хотя по соотношению цена-качество это лучший вариант. Обратите внимание на тоненькую книжечку с инструкциями. В ней всего 5 моделей, остальное придется придумывать самому, либо же качать из инета. Такая же тоненькая и жалкая отрывалка деталей. Будто китайская копия непревзойденного оригинала. Несмотря на количество деталей, собрать что-то единое и гармоничное очень сложно. Так как цветов почти так же много, как на... МЕГАДРАЙВ! И каждому оттенку отводится крайне скромное количество уникальных деталей. Одна зелёная шестиугольная фиговина, одна длинная синяя фиговина, кучка розово-фиолетовых кубиков, две орхидеевых пластинки 2х4, и всё, больше пластинок 2х4 нет. Вообще. Так что придется либо урезать желание, либо расширять фантазию. И начать использовать эту богатую палитру, как художник-экспрессионист. Крупными, яркими мазками выкладывать всяких чудил. Потянет ли такую нагрузку ребёнок? Я думаю, он её и не заметит. Когда мне было лет 9-10, я выкладывал вот такие летающие конструкции, был доволен как слон. Опять же, я 9-10-летний, был бы в безумном восторге от количества так называемых цветных стекляшек. Сейчас же я тупо не знаю, что с ними делать. Взрослому вообще придётся намного сложнее. Для него это головоломка уровня крейшнери, как расширение которой я и предлагаю этот набор использовать. Что мне сразу бросается в глаза? Это упоротное существо, у которого дверь на голове. И... Конечно, это не пластмассовый ящик из 95-го года. Нет, ролики такие ррачные. Ну, два небоскреба на колёсиках. Ой, боже. Ну, в целом... А сколько она стоила? У меня она обошлась в 1100 рублей. Ммм. Конечно, пакетики не те. Очень уютная машинка. Итого. Набор 107-02 из 2016-го получает 583 детали из 1100 рублей. И работа над ошибками. Это не лодка. Фак, 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 фак! Это судно на воздушной подушке. Спасибо за ваше внимание и за вашу внимательность. Мы с вами ещё услышимся. И я поговорю о кубиках. О кубиках 2 на 2. Преимущественно. Всего всем хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok